Ну вот так вот, да, и ложим, 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 все ложим и ложим. Вот так вот кусочками рвем, кусочками рвем и облаживаем. Вот так вот постепенно у вас все получается. Старайтесь, я не знаю, что-то у меня камера была отключена, что ли. Ну, сейчас я вам показываю еще раз, если это не было записанным, то, конечно, я вам покажу еще раз, так это намочили. Если у вас высыхает, то можно намочить клестером. Пасть внутри, вот я о чем хотел сказать, что в первую очередь надо те места, где вам, чтобы потом туда не возвращаться, а сразу сделайте. Ну, я веду в этом слое, сейчас вот, что вы внутри положите слоем, слаживаете все это дело, устанавливаете и постепенно, постепенно приобретает у вас все из папье-маше. Где участки там какие, вот сейчас вот даже задел, просто пальцем, да? Так вот, и постепенно, постепенно все это... Где у вас там ямки были, там пальцем продавили, чтобы как бы получался у вас объем. Вот я подневольно тут задеваю вот и зубы передние, потому что они попадают. Это очень надо осторожно быть. Ну, вот это можно зуб закрыть, чтобы масса с него не снимать. Это тоже можно прикрыть на один раз. Так вот сделать, чтобы зубчик... Этот зубчик мы тоже можем вот так вот закрыть. Ну, вот так и ложите, и ложите постепенно, вот так вот все, и пролаживаете, пролаживаете каждую часть. Я не знаю, у меня была камера отключена, что ли? Теперь что-то получается, что по-новой надо. Вот я бумагу намочил, и вот сейчас я еще раз покажу вам на всякий случай. Вдруг, по-моему, камера была отключена, и я не знаю, может быть, я и не... У меня записи там не получится. А сейчас я как бы все равно, но уже какую-то часть я сделал, тут перекрыл. И я покажу вам остальное, как я это делаю. Ну вот, берете кусочек, львете, ложите. Я еще раз говорю, старайтесь делать маленькими кусочками. Маленькие кусочки, они лучше усваиваются на вашей маске. Вот я, но это я не маску, но в принципе можно и маску. И еще раз подчеркиваю, маска делается с расчетом, чтобы ваш пасть внутри, это уже пасть, вот это что бы будет, это будет выходить на вашу внутреннюю маску. Если вы хотите ее таскать, маску, то вот эта часть будет вам мешать вашему рту, правильно? Если вы ее прислоните, то пасть будет врезаться вам прямо в рот, правильно? И будет мешать. Значит, вы должны рассчитывать сразу, примерно. Это как будет примерно выглядеть на вашем лице. Что будет вам мешать? Сразу просчитывайте эту информацию. При желании сделать одно, а потом это же надо будет еще и таскать на себе, если вы хотите это таскать на своем лице, и чтобы это вам не мешало. Поэтому пасти внутри, куда вы заходите туда, старайтесь меньше и меньше это делать, чтобы оно вам не врезалось в рот и не мешало потом даже там говорить внутри, в маске там рычать, там еще что-то говорить, правильно? Поэтому расчетливо делайте так, чтобы... Оп, сбил. Ну ничего страшного, это дело поправимое. Кусочками отрываем, кусочками делаем. Все постепенно приобретает определенную информацию. Так что вот такие прилепливаете, так вот прижимаете. Где выступ вылез, обязательно затираете. Не ленитесь. Это все дело такое надо, если уж делаете, так лучше сделать хорошо, чем потом сказать, да ну нафиг, плохо что-то получается. Надо просто качественно относиться, если уж делаете так. Растираете это все дело. Где-то увидели бугорок, там никак не убирается, но сверху бумагу положили, закрыли. Вот нос, допустим, этот раз у меня, да, я в раз, вот, ту бумагу сюда взять. Вот, тут, допустим, выступ какой-то есть. Я взял поперечную, положил, поперечную сделал. Тут положил, поперечную сделал, прикрыл, перекрыл, сделал. Тут взял, положил, поперечную перекрыл. Ну вот так вот и делается. И ну что, вот так вот, я не знаю, я говорю еще, у меня там запись может быть, я показываю еще раз, как я это делаю. Вот так вот, старайтесь, раз прилепили на масло, если лепите, то старайтесь уж, раз, если что-то, ну это будет многовато, ну ничего, загладим, сверху еще положим, придавим, потом это прижимаем, сверху еще одно, и она как бы закрывает и передавливает это все. Старайтесь мелко-мелко, мелкой бумажкой все это делать, чтобы вам было удобно, потом, ну как я, в смысле, там удобно, чтобы вам было лепить, конечно. Удобно, чтобы было. Вот я сейчас эти волоса взялся, да, делать. Вот я вам показываю, что они мелкие по сравнению с остальными частями, да? Ну вот и поэтому вот так вот изощряйтесь. Газетка потом сама постепенно в ваших руках начнет уже знать, куда, как ее рвать и как ее делать. То есть автоматически уже начнется. Я же говорю, я уже давно этим занимаюсь, для меня это как нормальное явление. Я рву бумажку, я знаю, как ее уже пристроить. А вы-то еще не понимаете в этом правиле. Кто первый раз начинает, он скажет, да ну, фигня, что это. Я говорю, только путем, где увидели, там какой-то выступ, затерли, прилепили, все будет получаться. Нет, даже были многовато. Вот такие вещи. Ну, то есть это я не переворачивайте, как оно было так. Потому что маслом вы уже обмакнули маслом. И поэтому этой же стороной клейте не переворачивайте бумагу, чтобы следующая бумага у вас прилипалась. И у вас уже, когда вы будете снимать маску, то погрешности у вас все равно будут. Некоторая бумага, но я потом там дальше уже объясню, как это все остальное дорабатывать. То есть, ну, вот, пожалуйста, видите, уже процесс пошел. То есть внутри пасти еще, вот я говорю, с внутренней пастью. Но там у меня, оу, ну, это надо смотреть и наклоняться, правильно, чтобы видеть туда, внутрь заглядывать, как это делается, как это все. Так, бумажечку маленько намочили еще раз. Так вот. Смотрите, это надо туда внутрь заглядывать, смотреть, где прилепилось, что нет. Так что в этом поиске маска глубокая, а значит и требует внимательности больше. Ну вот я, друзья, вам показал все, как это, бумажечки рвете на кусочки, прилипаете их так, это, кусочки маленькие, небольшие, большие куски не надо, только будете больше осложнять, вы вам будут, маленькие кусочки рвете и лепите, маленький кусочек рвете и лепите, маленький кусочек рвете и прилепили. Где-то что мне доработка какая, пристроили. Тут еще и ну вот, можно сюда приклеить, разгладили. Так, зубы, 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 конечно, надо было в последнюю очередь. Сначала внутреннюю пасть, конечно, сделать все это надо. Внутри там надо все облепить. Я вам показал, теперь мне и отключусь, и там уже я сам буду внутри дорабатывать, там уже нужно более средотачиваться. Сначала внутри пасть делаете, а потом уже наружу выходите. И поэтому такие места даже можете побольше, и туда это делать, по бумагу, газету сделать, потому что такие места, они должны, когда вы будете снимать маску, то она больше будет подвергаться давлению. Потому что у вас же тут внутри, когда вы маску будете снимать, у вас, я и говорю, подвергаться будет больше изменению вот этой внутренней пасти. Так что старайтесь бумаги положить больше в пасти, и так равномерно, чтобы знать, где у вас больше. Вот на каких местах я имею в виду это. Так вот раз, и тут вот так вот. Так вот. Зубики тоже зубики. Ну, сейчас я зубики сделаю, тут я потом начну внутреннюю пасть. Вот так вот разрываете ровненько бумажечку, можете ее еще напополам, чтобы удобнее было вам. Потом с внутренней стороны зашли. Кончик зуба тоже надо же, как-то, чтобы бумага-то у вас выходила. Ну вот. Кончик зуба надо тоже, чтобы это все у вас, это все надо прижимать. Так вот. Внутри зубик. Зубики не давите, а то можете и пластилин. Это же пластилин, поэтому сильно давить не надо. Все аккуратненько делается. Так вот тут, сух со всех сторон. Подавили. Вот, пожалуйста, и уже ушла. Вот и зубик получился из папе-маршре. А когда он высохнет, он что-то начинает как-то с внутренней стороны посмотреть. Обязательно пальцем это надо придавливать. Так, не отходит куда-то. Не захотела что-то. Не хочет. Ну ладно, заставим. Так. Вот, пожалуйста. И получилось у нас получилось у нас зубик. И рядом сейчас зубик начнем делать. Вот этот зубик у нас тоже рядышком идет. Его тоже надо облепить. Так, линии должны быть маленькие. Такие. Это внутри, как можно туда пальцем можно просвозить. Можете какие-то, если между зубами, да, там еще вот, если как-то разрезы будут, вот надо какой-то, да, вот даже ложку я просто возьму вот так вот. И вот так вот поправлю. То есть предмет, пожалуйста, ложкой. На таких местах ложка приобретает тоже свою. Вот, все. Вот примерно, друзья мои, вот таким кусочками вы и первый слой сделал, завершил полностью папье-маше. Теперь, это было черное-белое, да, теперь я сейчас второй сразу, наверное, слой сделаю цветной бумаги. Так, я сейчас установлю и покажу вам, как я это делаю. Ну, нашел цветную бумагу Infoom-Polus, в общем, решил использовать Infoom-Polus. Сейчас я вам покажу цветную бумагу. Вот, цветная бумага, ну, приблизительно хотя бы так, чтобы ориентироваться, да. Также рву на кусочки, иногда удобно рвется, вот такими полосками нарваю, удобно, двойная, двойная, как бы двойную листью, рвется хорошо, лезть и плохо немного, но это нормально. Теперь положу его в этот, два, можно сразу, два, эти две полоски можно положить, пускай одна полоска готовится, вторую полоску пускай тоже также намочите. Так, ну, цветную надо выбрать, чтобы сориентировать вам, покажу я, как это примерно выглядит, налить, залить еще немного. Так, ну и сейчас я покажу вам также все и будет примерно второй слой уже, но он не, он считается цветной бумаги второй слой, как бы, хотя они там на друг друга налаживаются и неизвестно там ни в одном слое, может быть, но я имею в виду, что это, чтобы вы понимали, о чем я. Газету можно делать разным, чтобы различие было, да, это у меня Вести программка, она черно-белая же, да, а это даже бумага отличается, вы сравниваете, сразу сейчас увидите, что различие очень, смотрите, какое различие между бумагой, еще не отмочила, что ли, ну, в общем, вот, и начинаем обклеивать, вот, ее сразу видно и различается, поэтому, вот, я в чем и хотел сказать, цветную бумагу, если вы одним информполюсом пользуетесь, то стараетесь первый слой буквами, одними только, чтобы цветной не было бумаги, да, а потом подыскиваете уже там, как бы, ее цветную бумагу раскрашенную, да, вот такая, как бы, да, вот такая бумага, хорошо надо отмочиться, чтобы она отмочилась у нас, и уже бумага, совсем, честно сказать, что бумага, она различается даже издателями, да, печатанием своим и сама по качеству бумага, тоже различается, хотя я имею в виду, нам глянестого не нужно, нам надо, чтобы она была шероховатая, и она хорошо клеится и приклеивается, вот сейчас и у меня хорошая бумага она шероховаторая, я вот сейчас старых запасов там мы купали в Фон Полюс в основном газету, и вот теперь я пользуюсь этой газетой и попадает иногда в общем качестве такой подходящий как раз для того, чтобы клеить, обклеивать, заниматься папье-маше, ну вот так вот примерно мы это все дело так, так оно все заклеилось, тут с маслом чуть попалось, но ничего страшного, ну вот, вот так вот отклеится, сейчас другую полосу туда, взамен пускает, мыкает, что-то они сильно тоже, мыкает, она долго что-то, но пускает, промыкает она, а мы эту сейчас полоску, которую уже положили использовать, мы ей будем пользоваться, ну вот так же все, и обратно, я, а вот я еще нашел, я еще хочу, вот цветная бумага, я, чтобы вы понимали, о чем я хотел сказать, вот, цветную бумагу, я, если у вас один информполю, допустим, вы пользуетесь, да, то сначала печатание, печатная бумага, там без всяких этих, а другой слой, вот цветной бумагой, где цвет, изображение, какие там есть, вот, как раз для второго слоя можно использовать, это я имею в виду, если одной газетой, ну а эта газета, они, видите, как различаются, да, по цвету, эта газета, темнее, а эта сама светлее, так что можно одной просто даже бумагой клеить, но я имею в виду для тех, кто одной пользуется, допустим, газетой, вот, чтобы были различия, где цветной, первый слой, допустим, черно-белый, или цветной, а потом наоборот, одним цветом делаете, и вам будет различие, и вы будете видеть, где вы проложили, где забыли, поэтому вот так вот обучается, вот так и ложки, и накладывать постепенно, потом все это затираете, смотрите, где выступы есть, там проклеили, закрыли, проклеили, вот, пожалуйста, так вот, ходы, возможности, такие можно делать, но она, вот, хочу сказать, вот эта бумага, которую сейчас я клею, она и толще, она как бы, толстоват, толстоват идет, и видите, что разница, она вот эта толстоватая бумага, да, толщина, и уже есть, толщина, и она, ложится уже по-другому, хотя, в принципе, только просто внимательнее надо быть, бумага разная, бумага разная уже идет, ну, и прижимайте там, где у вас, эта бумага, я говорю, она забирает много, и вмятины, которые у вас были, ямки, они, они же разравниваются, и, в принципе, теряется потом вот эта, объемность, качество, все, она как выравнивается вся, становится, да, ну, вот, все, вот так вот, сейчас я проклею, и потом покажу вам уже конечный результат, вот второй слой, я сделал, второй слой, видите, цветная бумага, она закрыла, ту уже темная была, но бумага разная, в общем, если разные эти газеты, то и разные бумага у них, эта бумага толще, та была потоньше, а эта потолще бумага, поэтому я сразу потолщине, информполисы, лист толще, а вести, ну, а и темнее по цветам, и однотонные, поэтому, следующий слой, можно вложить, а, и по краям, по краям, старайтесь пролаживать больше, потому что края, должны быть утолщенными, если хотя бы на 4 слоя, будет поверхностно, то вокруг надо делать больше слоев, слоев, можно где-то, хотя бы 7-8, так что, примерно вот так рассчитывайте, что по окружности, вы должны, и как бы оно гладко переходить должно, у вас плавно, да, переход, то есть вы должны края сделать много жестче, чтобы они были, чтобы маска у вас была крепкой, а поверхностно наверх, можно как бы это, уже, ну, поменьше сделать, ну, на 5 хотя бы, хотя бы 5 должно быть, вот приблизительно, вот так вот, я второй слой положил, теперь я на просушку ставлю, и следующий еще, слое 2, можно 3 сделать, так вот,